Я не знаю, что ждет меня вечером, но я точно знаю, что буду есть свежие продукты, которые доставят Озон Фрэш. Вхожу в роль. Озон Фрэш. Важно, что ешь. В наши дни выходить в прокат с оригинальной лентой становится по-настоящему опасно. Даже Фиксар стали терпеть неудачи с их оригинальными проектами. Провал за провалом, а успех пришел лишь к сиквелу. Dreamworks также держится в основном на сиквелах, на которых они стали к тому же и экономить, урезая бюджет на актеров и анимацию. И эта схема вроде как в большинстве случаев приносила плоды. Но тут вдруг оригинальный проект, который также исполнен в стилизованной манере, ведь на анимации можно экономить, упрощая ее и стилизуя, и это оказывается не менее красиво. Картина «Дикий робот» срежиссирована и написана автором Лилой Стич и «Как приручить дракона» Криссон Сандерсом. Лента основана на одноименной книге Питера Брауна, и это чудесный мультфильм. Жаль только, что он не наделал шума, он зарабатывает весьма скромно в сравнении с какой-нибудь головоломкой или гадким «Я-4» вроде бы, а тут еще и достаточно быстрый цифровой релиз. Однако это не делает фильм плохим. Приветствую, меня зовут Сокол, и сегодня я расскажу о картине «Дикий робот». Да, многие сюжетные тропы этой истории далеко не новы, тем не менее мне нравится, что фильм связывает научную фантастику и сказку про говорящих зверушек. И эта сказка кажется вполне себе интересной. Итак, о чем эта картина? Одна из капсул с роботами-помощниками под названием «Розум» разбивается на берегу далекого острова, населенного множеством лесных животных. Запрограммированный на помощь окружающим робот-прислуга 7134 решает отправиться вглубь новой территории, попутно выясняя задачи своего существования и заодно пытаясь помогать всему живому на своем пути. Ей это дается нелегко. Да, робот как бы она. Дается нелегко, поскольку живность активно сопротивляется и не желает, чтобы ей помогали, да и в итоге так получается, что все старания робота несут только вред. Все действия робота пугают зверьё, а благие намерения ни к чему хорошему не приводят. И робот становится монстром до местной фауны. Что удивительно, говорящие животные тут обоснованы. Чтобы их понять механическому созданию, приходится изучать окружающих и научиться распознавать их щебет, рычание, мычание, короче, их болтовню. И это прикольно, то есть тут не с пустого места они начинают говорить, а потому что робот научился их понимать. Животные явно настроены враждебно к роботу, к слову сказать, весьма продвинутому роботу. В этом мире, похоже, случился апокалипсис, и мы находимся где-то в точке какого-то постапокалипсиса. Но прогресс при этом продвинулся очень далеко. Существуют вот такие технические чудеса, как робот, которого назовут Роуз впоследствии, ну или просто мамой. Прикольно, что визуально зрителю умудряются рассказать вот такую вот фоновую историю о человечестве, совсем не прибегая к пояснениям каким-либо. Нам просто показывают какие-то кадры, несколько пейзажей и всё. Ну, в общем, вернёмся к сюжету. Итак, как Роуз стала мамой? Единственным существом, которое оказывается под опекой 7134, оказывается новорождённый гусёнок, которого робот ещё до вылупления из яйца спасла из когтей голодного лиса. Правда, и причиной уничтожения гнезда, где находилось яйцо, невольно стала сама Роуз. Тем не менее, наконец-то у роботессы появляется задача, предназначение, так скажем. Для вылупившейся птицы она становится матерью. Героиня решает научить своего неродного сынка всему, что потребуется для миграции в тёплые края. Ситуация осложняется тем, что робот-помощник абсолютно не обладает знаниями о жизнедеятельности гусей. Ей приходится заручиться поддержкой того самого лиса по имени Финг, который, ну, чуть не съел яйцо ещё с нерождённым птенцом. Лис и Роуз становятся гусёнку, по сути, суррогатными родителями. Отсюда целая гора размышлений о семье, о природе любви и довольно точные шутки и комментарии, которые касаются семейной жизни. Насчёт шуток и комментариев. Удивительно, сколько в фильме цинизма и чёрного юмора. Такого не ожидаешь от семейной картины, но всё же, как же это смешно, серьёзно. Помните звезду из супербратьев Марио в кино? Она ещё отпускала шутки на тему смерти и прочего. Тут вот полно подобного. Животные друг друга жрут, а, следовательно, относятся к жизни и смерти с определённой долей наплевательства. И это очень смешно. Немного шокирует, но всё же смешно. Но вы не думайте, тут и трогательных моментов навалом, и мудрых мыслей полно. Это буквально один из лучших фильмов года. Это действительно весёлое, трогательное, захватывающее и красивое зрелище. Мультфильм хоть и с упрощённым графоном, но всё же очень красив. Если дизайн робота не является чем-то уникальным, по сути это помесь Евы и Стального Гиганта, то окружение выше всяких похвал. Дикие леса, поля и прибрежные скалы проработаны до мелочей. История Роуз и её друзей невероятно эмоциональна, хотя опять же идёт довольно привычными тропами. Но это работает, если сделано с душой. Понравилось, что мультфильм вопреки трендам не эксплуатирует игрушкоподобные дизайны, чем были, наверное, не очень довольны те, кто делает мерч для ленты. Перед нами как бы цельная картина дикой природы, и все животные тут вполне органичны и не выбиваются из общей массы, ради того, чтобы быть похожими на игрушки. Творение DreamWorks порой не блещет изобретательностью сюжет. Но зато с лёгкостью заставляет чувствовать все необходимые эмоции, которые ждут от подобной работы зрителей. Мне очень нравится, что проект умело балансирует между вкусами различных аудиторий. Мальчишки в нём найдут экшен с роботами, выстрелы из бластеров и взрывы. Юным леди здесь имеется порядочная доза мемешных зверушек и центральная линия о материнстве. Взрослые удивятся вполне себе точным комментарием о семейной жизни, мудрым мыслям и опять же годному юмору. В Диком Роботе нашлось место и для напряжённых моментов, и для духоподъёмных эпизодов единения, и конечно же для сцен со слезами на глазах. Да, в основе проект DreamWorks не является чем-то супер уникальным, но зато он со всем присущим мастерством рассказывает очень хорошую и поучительную историю с отличными персонажами и в красивых декорациях. Этого порой хватает, чтобы стать чем-то запоминающимся для зрителей. От меня, конечно, золото. Это прекрасная лента, которую я безусловно рекомендую к просмотру. В оригинале там ещё Педро Паскаль, Лупита Неонга и Марк Хэмилл. Ну, мы этого не слышим. Дубляж, кстати, сделан приятно, и даже песни переведены на русский. Ну, а с вами был Сокол. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал. Различные ссылки на другие социальные сети, всё это есть в описании. Пока и берегите себя!